Рассмотрим математические модели, описывающие процесс пищевой экструзии. В моделях, описывающих процесс экструзии, большое значение имеет геометрия шнека. Геометрия шнека оказывает влияние не только на степень обработки материала, степень желатинизации крахмала и денатурации белка, но и на качество готового продукта. Главными характеристиками шнека являются длина, диаметр и шаг, глубина и ширина нарезки, зазор между витками и корпусом, толщина витка, угол наклона винтовой линии. Для создания рабочих теорий процесса экструзии правомерно использовать модели изотермического, адиабатического, политропического и произвольного теплового режимов работы зоны дозирования. Для рассмотрения традиционных математических моделей экструзии полимеров Удобнее всего разделить их на три основные группы моделей Гидродинамические, геометрические и реологические Мак Келви предложил следующее уравнение объемной производительности дозирующей зоны экструдера, которая включает два безразмерных коэффициента ФД и ФП, которые учитывают влияние соотношения глубины канала шнека и его ширины на распределение потоков расплавленной массы внутри экструдера. Коэффициенты ФД и ФП часто выбираются по графикам или номограммам. Потоки материала, возникающие при работе двухшнекового экструдера, описал Шенкель. Его модель учитывает поршневой поток, радиальный поток, поток в зазорах между шнеками и между шнеками и корпусом. Поршневой поток Шенкель описал в виде так называемых S-образных секций, которые занимают камеры, образованные боковыми поверхностями сердечника шнека и корпуса экструдера. Такими S-образными секциями продвигаются к выходу из экструдера. Силин предложил формулу расчета производительности экструдера на основании геометрического подхода. В основу модели положена теория, согласно которой объем расплавленной массы, заключенный в одном витке, передается за один оборот от одного витка к другому. При этом влияние реологических свойств не учитывается. Недостатками геометрической модели являются Одномерность течения вдоль оси червяка Относительно произвольное деление канала червяка на часть, заполненную только твердым материалом, и на часть, заполненную только расплавом Отсутствие точного решения задачи теплообмена и движения материала в канале шнека Пренебрежение давлением, возникающим в зоне загрузки Современные теоретические исследования процесса экструзии в целях создания нового формующего инструмента экструдера и совершенствования конфигурации шнеков экструдера производятся на специализированном программном обеспечении. На экране вы видите запись одной из научных статей, посвященной такому исследованию. Как вы видите, в данной статье проводится математическое моделирование течения расплава пищевой массы внутри экструдера, после чего строятся специальные 3D-модели, из которых можно понять, каким образом распределяется температура или давление внутри экструдера. После чего на основании данных исследований предлагаются математические модели для расчета процесса экструзии и для совершенствования формы шнека и формующего инструмента. Такие теоретические исследования достаточно трудоемкие и качество этих теоретических исследований и выкладок очень сильно зависит от типа используемого программного обеспечения и точности заданий начальных параметров. Наиболее точно реальную физическую картину процесса экструзии отражают реологические модели. Реальное движение расплава в зоне дозирования это трехмерное неизотермическое течение аномально-вязкой жидкости. Поскольку рассмотрение неизотермического течения представляет собой значительные сложности, то Тадмором, Торнером, Виноградовым и Груздевым были предложены модели изотермического течения аномально-вязкой жидкости. Груздевым было получено уравнение для расчета производительности дозирующей зоны экструдера при изотермических условиях течения аномально-вязкой жидкости со сложным сдвигом. Уравнение учитывает безразмерные расходы продукта, окружную скорость винта, ширину канала и число заходов шнека. Раскальзывание материала относительно шнека и корпуса учтено отдельным коэффициентом. Изменяя параметры экструдирования материала, температуру, влажность, давление, можно получить продукт с различным коэффициентом пористости, а следовательно и плотности материала. При этом производительность экструдера определяется условиями протекания процесса в нагнетателе и формующем инструменте экструдера. Принято характеризовать работу экструдера его расходно-напорной характеристикой – РНХ. Под РНХ нагнетателя понимают зависимость создаваемого им расхода материала Q от противодавления ΔP на выходе. Под РНХ формующего инструмента понимают зависимость расхода материала Q через отверстие матрицы от давления в предматричной зоне. РНХ нагнетателей представлены на рисунках A, B и V. Точка пересечения РНХ с осью ординат определяет максимальную производительность нагнетателя, которая может быть при отсутствии противодавления в канале и создается вынужденным под давлением потоком. Максимальная производительность может быть достигнута только при снятой матрице, формующем инструменте экструдера. При максимальном возможном противотоке и с ростом противодавления производительность уменьшается вплоть до нуля при закрытом выходе материала из формующего инструмента. Точка пересечения РНХ с осью абсцисс. Такая ситуация возникает, когда подача материала слишком велика и не может полностью пройти через формующий инструмент экструдера и возникает так называемый завар. Когда масса месяца внутри шнековой камеры и не может выйти и в какой-то момент противодавление создаваемое матрицей начинает гнать этот материал назад ко входу в экструдер. Вид расходно-напорной характеристики шнекового нагнетателя это прямая зависимость, которая зависит от глубины канала шнека H, длины шнека L, температуры экструдера T и частоты вращения шнеков N. Шнек с более глубоким каналом более чувствителен к изменению давления. Длина нагнетающего шнека не влияет на его производительность при отсутствии противотока. Но с появлением противодавления производительность шнека увеличивается с увеличением его длины. Повышение температуры экструдата приводит к повышению чувствительности шнека, к изменению давления вследствие уменьшения вязкости материала. При охлаждении шнека вязкость расплава внутри экструдера увеличивается и поэтому продвижение расплава к выходу требует приложения больших усилий. На вязкость расплава также влияет увлажнение материала в экструдере. Чем больше влаги подается внутрь рабочего корпуса экструдера, тем меньше вязкость расплава. Чем меньше подается влаги, тем вязкость больше. Это следует учитывать при настройке экструдера на рабочий режим и регулировке экструдера в процессе работы. При снижении подачи влаги в корпус экструдера меньше какого-то минимального критического значения подачи влаги на увлажнение происходит слишком резкий подъем вязкости расплава внутри камеры экструдера и этот расплав начинает карамелизоваться, то есть гореть внутри экструдера. И это приводит к тому, что экструдер перестает работать в штатном режиме и происходит его завар. При уменьшении подачи влаги, влаги, которая содержится в сухой смеси сырья, оказывается недостаточной для продолжения протекания процесса внутри экструдера и тепло, которое накопил экструдер за счет внешнего подогрева или за счет самоподогрева, за счет механической энергии направляется на дополнительный разогрев расплава, находящийся внутри экструдера, и если подача влаги недостаточна, то этот расплав начинает сильно греться. Что приводит к нарушению работы экструдера и его завару, и в конечном итоге остановке процесса. РНХ формующей матрицы изображена на рисунке Г. Формующая матрица экструдера оказывает сопротивление движению расплава. Вид РНХ парабола. Ее крутизна зависит от величины давления, которое необходимо создать для преодоления сопротивления. При этом чем больше в конструкции матрицы гидравлических сопротивлений, тем круче РНХ. Совместная работа шнекового нагнетателя и формующей матрицы, возможно, при других постоянных параметрах в одном режиме, который определяется рабочей точкой. На рисунке Г таких точек две, А и Б. Рабочие точки однозначно определяют параметры работы экструдера, его производительность Q1 и давление ΔП1 экструдера, с частотой вращения шнека Н1, Графическое изображение совместной работы шнекового нагнетателя и формующей головки дает представление о возможности регулирования параметров процесса экструзии, определяющих производительность по готовому продукту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова